Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, это место называется Кенка Кенка, храм Луны Опять-таки, почему-то, потому что там пещера Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, смотри, как было выложено все Видишь, вот эти вот ниши У меня все фотографии с жестким диском Все заново придется фотографировать Вот, смотри Вот, вижу Вмятины, видишь, да? Значит, стена вокруг этого камня была выше намного Намного выше Они предполагают, что это сидит пума Что остатки пумы, что это ее задние лапы Вот эти вот На самом деле, это не пума Это все тот же солнечный камень Который был окружен В отличие от других Не полукруглой стеной А квадратной Мужская энергия присутствует здесь Пристанена к женской энергии Вот они, знаете, ну вот Да Сам характер по сроке Говорит, очевидно, что окружали камень священный Там входа нет Теперь закрыто Мы подошли сюда, чтобы отпечатки посмотреть Пальцы Сейчас Отпечатки Вот отпечатки, Маська Вот, смотри, отпечатки Ну вот, вот, смотришь Вот Камни стояли То есть их впечатали В буквальном смысле туда Под наклоном даже Пойдем дальше А вот здесь что было? А здесь что было? Не знаю Явно выемка искуплена Я смотрел на нее уже Она искусственная Было что-то у вас? Что-то А вот пума Я нашла пума Ты, да И смотри Полуамфитеатр Огибал все И это все ниши Вот и нет То есть они всегда глядят вовнутрь Помещения Так что не пума Они изображают ее Как пума сидящая Но она не пума Это один из священных камней Такой фалосного типа Да, так Вот сейчас пойдем Смотри, какие губы там Это уже диджанки стоят Смотри, какие виды сводятся дроном Видите, наверное? Дрон показывает Как полукруглая? Ага Полукруглая все Круглая Круглая Вот сейчас направо И вовнутрь Надеюсь, нас пропустят То есть нас Проблема Потому что в Кианице Много людей ходить не вовнутрь Мы немного Наши все Сурицы Попадаем в закрытые помещения И оно снова Очень глубоким пумелем Было Понятно, что Вес об тементе Обзорчат Потому что В районе доступности Которые Находятся Все Что-то Совсем гигантское Работает Пускают Раньше не пускали А вот туда не пускают Туда не пускают Смысл Нет Никакого Смогли бы Пуститься Если сюда Можем То, что сейчас Мы увидим Это Искание Все Сделали Смотри Это Губри Смотри Смотри Подсвети Сейчас Он берет Свет Правильно Падает Можно Ассутся Другой Здесь Даже Полировка Есть Сейчас Смотри Ага Я знаю Вкушку Где на вертикальных стенах Остались кусочки Полированные 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 То есть Я говорил Что Камни Камень 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 здесь видимо считается что это место они сказали что это жертвы наш предносительный стол на который проделали альпаку, потому что инки запретили приносить человеческие жертвы нашему на самом деле это не так, мы не знаем что это за символика ни слова инки его не делали, это вот сто процентов и не могли такое сделать кто-то как-то выходил жалко там кладка там кладка, да возможно были ступни, ведущие оттуда, потому что туннель был в ту сторону если я случайно упаду туда будет плохо высота, это большая да нет, не очень ну как, два метра почти просто я скажу, что случайно упал ты посмотри, какой пласт работы они продвинут только в этой ущербе это же место а там выход, кстати там выход, да возможно, что где-то только есть вход там выход нет, там подсвечивается сверху ну да, там выход а вот здесь вот этот вход ну-нибудь они говорят, что это ритуальный стол мы видим следующий вот такой интересный момент вот эта часть запечатана была недавно поэтому я говорю, здесь где-то был проход ага вот эта ниша, она должна быть очень большой это очень важно понимать что это недавняя работа она запечатывал проход туда вот возможно и туда да 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 так что такая ниша может достигать вот эта ниша смогла идти до самого низа значит вот это вот недавняя все постройка вот у нас заложен 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 это вон правильные ступеньки, может быть но все, что выше, это неправильные они все с глином да все с синетом так что вход, скорее всего, здесь был видишь, как все едино возможно, за тут был вход может быть он и похож на вход на дверь да то есть, если вот это все убрать это настоящее здесь видно, что был еще да, это был блок был блок это все залито вот этот правильный вот ступень правильная то есть это та самая ступень которая и была с самого начала времен а что вверх уже можно строить вверх не может переделанно но может быть может быть и вот этот объем работ произвести с вариками камерами я не думаю, что это возможно ну вот этот возможно вообще невозможно вариками нет, конечно полукруглая а шлифовку делаю такую это возможно смотри ну это вот она часть которая шлифовалась остальное могло замываться уже вот эта вот часть если бы даже были вариками там должны быть какие-то остатки строительные остатки должны быть какие-то царапины трещины что-то должно быть это было идеальное все было точно все сделано ты посмотри что это сделано если ты приведешься к этому да вот тебе вот вот это вот на пилу вот они идут тоже видишь бортик идет красивое красивое местечко ничего не скажешь потому что потому что это было да ничего вот это обработанный камень который слева от тебя он здесь след это обработка и и вода течет ну это понятно уже порушено это впечатление впечатление что вот эта скаваль легла ну это только впечатление она так и была в этом моменте а вот так вот посмотрите ага он выключен он выключен он выключен он скос все правильно да ну уложили ли ему специально так непонятно могли уложить в принципе вот этим я думаю цель зац ничего не стоит ворочить в такие глыбы и под таким углом положить а вот смотри можно увидеть эту глыбу как она выглядит вот она эта глыба лежащая там вот уходит но она здесь вырублена слышишь музыка мой хороший это музыкант такой же как гитару известный на весь мир здесь в Южной Америке в Латинской Америке известен титул лороса он белый кускиник он восстановил древние инструменты на этих инструментах играет это его музыка звучит из пиро кондора древние инструменты восстановил дудочки это моя лиласка играет с такой музыкой джинго пса их куда твоя душа идет а сосед от до до Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы туда пойдем, вон туда, вот через ту дорожку по эвкалиптовой рощи, тебе понравится это, вот, пойдем туда и там совершенно что-то необычное. Видите камни навалены наверху? Это пластилиновая технология. Вы добрались до них. Сейчас вы увидите по очу по 500-600 тонн камни, выплавленные полностью, при плавной форме. Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Еще и закрывался сверху ей уже. Причем в пластилиновых технологиях. Сейчас вы увидите, что это такое. Это очень интересно. Работа за доказательством служит то, что сюда никогда не водит туристов, потому что то, что вы увидите сверху, объяснению не подлежит. И так-то внушает. А что-то наверху там вообще. Ой-ой-ой. Нам надо сфотографироваться на фоне каких-нибудь блоков. Но можно все само не сделать, но здесь уже огромные. Никакие большие, как там. Ну вот, пластилин уже. Куски. Вот сейчас встал наверху. Вот он. Вот это впечатляет. Надо вообще вот эту часть и закинуть. Да. Размягченный камень. Как стоишь, так и впечатляешься. Перу оставляет впечатление. Поэтому сюда не водят туристов, собственно, ни один из курсовок, потому что объяснить это уже невозможно становится. Здесь явная пластилиновая технология. То есть горячий камень делали. Просто его выдавливали. Давали форму, да. И вся была закрыта. Я ковырял, ходил с железной палкой здесь. Типа ломика небольшой. Втыкал там-там. Он, видимо, весь был закрыт. Полностью сверху. И его кто-то очень сильно порушил. Опять-таки сталкиваемся. Война богов, да? Смотри. Очень сейчас здесь интересно. Ну, совсем. Здесь же где-то был тунель, вот там, оттаскивало. Отход был со стороны, где лестница. Вот здесь тунель. Ага. Провал. Провалка. Заходите. Тунель. Это, да. Это обломки к входу в тунель, который прикрывался вот такими блоками. И вход был с той стороны, или вы-то там окно было из тунеля. Сейчас я его покажу. Одно интересное. Пойдем в тунель. Угу. Здесь вот окно. Они его замаскировали. Это окно, по сути, с фальшивой лестницы. Сейчас я его увидим. Продолжать. Воспространство. Это окно. Да и все-таки ингредиентное было. Вот он. Висует, стути-то, сюда, вот на, по-тому, лестнице, кстати. Вот их. Висует, стути-то, сюда. Это фальшивая, как не выглядела никогда настоящая. Она прикрывает собой что-то. А вот что это? Я так понимаю, что как раз мы находимся напротив провала в туннель, вот там, где вход, вход ли там был или бункер какой-то, вход, окно из туннеля выглядело сюда. Это фальшивая лестница. Здесь нормально. Вот смотри по сторонам. Вот так выглядели входы во внутреннее помещение. Вон туда. Сюда. Здесь явно было внутреннее помещение. А это фальшивая лестница. Она видна. И точно то же самое сделали в Мачпиксе. Там есть ряд фальшивых лестниц. Я туда притащил. Однажды большой фонарик с длинной веревкой. Откинул камни наверху у фальшивой лестницы и стал спускать фонарик. Вы не представляете, что я увидел. Хорошо выточенный прямой вход туда, за лестницу, в глубину Мачу-Пикчу. Это что-то с чем-то. Так что за ней что-то прячется. Те, кто работали здесь археологи, поэтому и шло предупреждение в 50-х годах, что правительство говоря, все входы должны быть, если невозможно, запечатать, взорвать. До лучших времен, да? Когда мы сможем сами золото искать. Потому что это дорогостоящее. Каждая экспедиция в такие туннели, разветвленные системы, это дорого стоит. Люди, пока мы спелеологи просилися, я с них мог собрать очень большую сумму. Но они так и не доехали по той причине, что это самое. Они попросили семь глубинных пещер, семь входов найти в разных точках. Я нашел им только три. Вот. У меня сил просто не хотел. Я думал, где же я еще то искать было. Я все, весь интернет перевернул. Я объездил места, нашел все три. Но это самое. Они не сговорились со мной. Вот. Так и осталось у меня этих письм висеть, что давайте мы на будущее перенесем. У нас сейчас это финансовое управление. Кризис начался в России. Ну ладно. Другие обломки сбросил в верхней части, потому что они имеют явное оплавление. И они где-то там были установлены, наверху. А упали сюда. Еще вопрос. Кто сбросил? Ну, поэтому я находил обломки с Андреем мы когда бродили. Находили обломки от объекта, отброшенные на 200 метров. Это как могло быть? Землетрясений не могло быть? Нет. Такой обломок. Землетрясений не могло быть? Это только хорошей взрывной волной могло отнести. Конечно. И сейчас я вот такой блок валяю в 200 метрах. Это нереально. Это блюзимоприсимый. А кто заделал? Ну, реставратор. Чтобы дальше не обрушалось. А по блоку началось. Когда нехватка камней вкладки, она начинает оползти. Кто-то же первоначально все-таки поломал. Либо катастрофа всемирная, либо волна тоже могла растащить. Помнишь, я говорил? Да, да. По теории Женебекова, после переворота Земли возникает предлевная волна огромной высоты. Она потолкает перед собой воздух ураганной силой. Речь идет о сотнях километрах в час. И этот ветер ураганный выметеливает землю в той точке по тому периметру, где он прокатывается. И, соответственно, можно, наверное, предполагать, что и камни могли лететь на дыр очень далеко. Не только 200 метров. Кто мог так расплавить камень, так его сделать? Теперь вы воочию видите, что это пластилиновая технология. Да. Холмы я обошел, честно говоря. Я весь обошел, весь расковырял. То есть палкой пытался... Камни под землей много нанос. Смотри. Смотри, Маска. Смотри. Здесь, судя по всему, была текла вода. Вот эти ступеньки, это символичные ступеньки для... Как изображающие каскады. Так он там вот каменью выбоен, а под ней скала. Но, скорее всего, ее раскололи. Может быть, раскололи, но под ней скала. А? То есть... То есть на скалу... На скалу... Сверху... Откуда эта вода такая? Откуда? Это самая высокая... Сейчас. То есть скалу сверху закрывали расплавным камнем. Скорее всего, так было. Скорее всего. Вот. Но это давно вырублено. Откололось она случайно. Наверное, случайно. Потому что тоненько было. Там же... Произошло, что это... То есть у нее есть лимит. И внизу. Чувствуешь, да, этот самый подвох? Что она тонкая, да, Саня? Ну да. Она тонкая. То есть это не глыба. Вырезано в глыбе. Вот такой выход. А это просто залито сверху. На скалу. Вот доказательства. Вот она. Вот скала. Вот эта вот величина. То, что сверху. Видишь, сколько кокина кидает. А вот эта, скорее всего, может быть... О! Вот и все. Туда внутрь ходит. О! Там... Вот и вот она. Здесь прохлад. Я бы этот холм раскопал. Именно со стороны лестницы. Так вот она. Вот вход. Вот она. Вот она, моя рука. Нет, я говорю про... Ну да. Да. А потом дальше шла. Вода, скорее всего, не отсюда тепла, а изнутри тепла. Изнутри. Похоже на это. Я тоже так думаю. Ну-ка, а здесь? Там пустота. Прямо вот здесь? Да. Там пустота. Это я не пробовал. Я бы, я руку не упал. Всегда мне кто-то помогает. В этом смысле, что-нибудь новое увидеть. Я же замылен из ГЭКа. С другой стороны. Ближе сюда. Вот она, она пустота. Да. Действительно, так. Пороже. Если связано со звуком и вибрациям, то пустоты должны быть обязательно. Ну. И вот это вот здесь вот соединяется. Вот так вот соединяется, туда идет. Я вон руку сейчас запил. За. Вот она. Я хочу видеть. Вот она. Угу. И дальше идет. И там пустота. А вот, вот это видел, смотри. Камушкам, которые у нас есть. Одним подставкой даже. Еще один камень. Он прям врезом туда. Это получается, что сначала вставили торт. Ага. Вон ее погрузили. Вижу. Ага. И так они делали даже с теми камнями, которые по 500 тонн. Понимаешь? То есть им нефига делать было это. Поднимать и спускать. А если он не вошел сразу туда? Его снова вытаскивать оттуда? Подгонять? Или лазерные орудия. А вот здесь вот. Сейчас. Где-то. Ну вот наверху два глаза. Да. Вот. Вот завитки. Смотри, ты верила, да? Завитки. Смотри, смотри, может здесь рисунок может был. Вполне важно. Да. Хорошо, мы тебя ждем. А это я не обратил внимания тоже. Так, если даже вот немножко, чтобы увидеть, надо немножко прищуриться. Если прищуриться... Я уже вижу, начинаю. Не-не, вот. Сейчас прищуриться? Я показываю. Лицо. Я вижу лицо. Лицо? Глаз, глаза. Вот здесь, скорее всего, был нос. Может быть, где-то здесь подобие рта. Это загадки-тога. Это не должно было держаться за тысячи лет. Это должно было быть стереться. А, но только видно, как если прищуриться. Возможно, здесь был рельеф очень хорошо. Я правда не видел этого. Может, это, конечно, ошибка? Я говорю, замыленный взгляд. Нет, не ошибка. Смотри-ка. Тут клюв я вижу. Где? Ну, клюв я не вижу. Где клюв? Нет, смотри, вот это глаза. Глаза? Нет. Вот это вот очертание. Где? Вот это вот клюв. Блин, это очертание, да? Может быть, он выступал. Может, это был клюв. Ну, вот еще закрутки какие есть, видишь? Ну, она одна. Здесь второй нету. Может, она испортилась. Вот здесь вот что-то такое. Ну, это явно что-то похоже. Может, это, наверное, просто фантазия очень хорошо играет. Нет, все может быть. Я больше нигде такого не вижу. Ну, да. Вот, естественно, вот этот фантер, вот он идет и все. Ну, вот еще вот такие вот они есть. Они как-то закрутились немножко. Больше того, я могу сказать. Вот на счетах. Здесь, в эту сторону. Здесь, в эту сторону. В предположим сторону. Похоже на личико. А где-то мы видели вот такие вот изображения. Квадратное вот лицо. Они сделают. Докладное лицо. Челепо хрустальное. Очень похоже. И вот закрутка. Вот она. Ну, это закрутка, да. Ну, она, вроде бы. Я точно не вижу ничего. Может быть, что-то было еще. Какое-то осталось, но из-за времени все это стерлось. Да, возможно. И смотри, что вот здесь вот необработанная. А вот здесь вот явно обработанная поверхность. Вот она, поверхность обработанная. Следы обработки видны даже. Вот они, вот они. Глаза нашли. Игорь, иди сюда, смотри. Я такого не видел. Вот они, следы обработки. Мы все искали следы обработки. Спускайся, спускайся сюда. Это маска. Прямо целое лицо. Это маска. Маска, вот смотри, вот она. на фотки хорошо получается сделай фотку амаль да сделай фотку мы не будем больше цена придумал а может здесь был был орнамент такой вы смотрите наш канал вам нравится наши фильмы ставьте лайки обязательно пишите комментарии пишите что улучшить наших фильмах как сделать наш канал более интересным и подписывайтесь на него чтобы ничего не пропустить всем привет всем привет и 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